Всем привет, с вами канал Технолинк. В сегодняшнем видео я расскажу о планшете BlackViv Tab 11 Pad. Усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Приятного просмотра. Планшет, который вдвое дешевле Xiaomi Pad 5, новинка от BlackViv. Современный планшет BlackViv Tab с 2К экраном и IPS матрицей, и в тонком алюминиевом корпусе уже доступен к заказу. Модель выделяется на фоне конкурентом экономичным восьмиядерным процессором, отличным экраном, возможностью подключения клавиатуры, сдвоенной камерой, которая лучше, чем у большинства бюджетных моделей, а самое главное – интересной ценой. Представляет собой BlackViv Tab 11, классический вариант бюджетного планшета на базе Unisoc T618. Данный процессор не только обеспечивает быстрое функционирование системы DOC-OC, но и позволяет без проблем играть в игры и запускать тяжелые приложения. Планшет оснащен качественным 2К экраном с разрешением 2000 на 1200 пикселей и яркостью 360 нит. Рамки планшета широкие и скрывает вырез фронтальной камеры. В качестве системы используется оболочка DOC-OS на базе Android 11 с множеством полезных функций. Предусмотрен режим заморозки неиспользуемых приложений, режим чтения для электронных книг и режим глубокой экономии заряда. Для удобства можно использовать режим разделения экрана на две части, например, для одновременного просмотра видеоконтента и общения в мессенджере. Отмечу, что в данном режиме удобно делать заметки в блокноте во время онлайн-уроков, для чего предусмотрено специальное приложение Notebook. На тыльной стороне в углу расположена сдвоенная камера. Основной сенсор – вспомогательный сенсор для создания эффектов и работы системы фокусировки и вспышка. В качестве основного сенсора тыриловой камеры используется Sony IMX 256 на 13 мегапикселей и Sony IMX 219 на 8 мегапикселей для фронтальной камеры. Разрешение снимков составляет 4160 на 3120 точек для основной и 2164 на 2448 точек для фронтальной камеры. Этого более чем достаточно для работы в режиме видеоконференции. Также планшет будет удобен для учебы, серфинга в интернете, прослушивания музыки, в том числе через внешние Bluetooth-системы. Встроенный аккумулятор емкостью 6580 мАч позволяет работать на одном заряде, до 5,5 часов просмотра видео, до 30 часов прослушивания музыки, до 6 часов в режиме игр, до 31 часа в режиме GSM звонков и до 67-2 часов в режиме ожидания. Зарядка происходит с помощью USB Type-C кабеля. Можно использовать любое стандартное зарядное устройство на 10 Вт. Планшет будет интересен не только школьнику или студенту для учебы, но и для удаленной работы и видеоконференции. Особенно если приобрести в комплекте оригинальную клавиатуру док-станцию BlackViv. Специальный магнитный коннектор позволяет подключать док-станцию или клавиатуру, превращая планшет в полноценный нетбук. Два динамика расположены таким образом, что при просмотре контента или во время игр звук не перекрывается. Отмечу, что планшет заточен для потоковой трансляции HD контента, и его удобно использовать для просмотра с YouTube, Netflix, Disney+, и так далее. Данная модель наиболее интересна среди бюджетников, ведь она вдвое дешевле популярного Xiaomi Pad 5, но при этом оснащена возможностью работы с сим-картами и возможностью расширения хранилища с помощью microSD карточек. Слот совмещенный, можно использовать либо две сим-карты одновременно, либо microSD плюс сим-карту. В комплекте находится фирменное зарядное устройство на 10 Вт, адаптер для OTG, а также кабель USB Type-C для зарядки и подключения к компьютеру. Не забывайте, что ссылку на данный планшет я оставлю в описании под роликом. А с вами был канал Technolink, до новых обзоров, всем пока!